Поведных поек развернуто на сегодняшний день 616, в том числе 36 реанимационных. Этого хватает? В принципе, справляемся, нормально. Хватает. Какие болезни вы вообще исключили из плановых лечений, осмотров и так далее? Или вы все оказываете? Все оказываем. В меньшем объеме? В меньшем объеме, но оказываем всем. Достаточно вам сейчас коек, которые вы разведываете? Да, достаточно. Но это молодцы. Надо же понимать, что кроме ковидных больных у нас же еще и хватает других больных. И сердечно-сосудистых, и онкология и так далее. Им же тоже надо оказывать. Травматология сейчас задействована на всю катушку. Мы же не можем закрыть те отделения и все перепрофилировать под коронавирус. Поэтому вы правильно сделали, что оказываете помощь людям и по другим болезням. Самое главное нам удержаться на этих койках. Нежелательно расшираться. Не надо передерживать больных в больнице. Потому что если человек дома долечивается, допустим, ну он себя комфортнее чувствует, быстрее выздоравливает. Речь не идет о том, что мы должны больных людей выпихивать с больницы. Не дай бог, конечно. Но если динамика хорошая, человек идет на выздоровление. А не говоря уже о том, что выздоровевшие нельзя их держать в больнице. Мы занимаем эти койки, а потом начинаем освобождать в других клиниках. Поэтому это очень важно. И вот по статистике 0,31, даже процента нет людей, которые приходится возвращать обратно. 0,3% всего. Это очень хороший показатель. Поэтому это хороший и правильный путь. То есть выработана хорошая система. Желательно ее удержать, чтобы не перепрофилировать. Ну, к примеру, онкологические койки перепрофилировать под ковид. Россияне предупреждают, и это прозвучало на весь мир, что через 2-3 года после ковида мы почувствуем всплеск онкологических заболеваний. Потому что они отошли от той профилактики, которую они раньше вели. Они же это все проверяли. А сейчас мы окунулись в ковид. А то никуда не делось. И это может дать вспышку онкологических, к примеру, заболеваний. Поэтому нам надо этот вопрос очень внимательно следить. Как работали, так надо и работать. Где-то поднапряжься. Но население надо профилактировать, надо обследовать, чтобы мы вовремя выявляли из локачественного опухоли и другие болезни. Как вы живы, здоровы? Отлично. Все нормально? Да, все хорошо. Это пациенты, которые сейчас поступили, которым мы оказываем помощь. Они дожидаются всех результатов анализов. Если необходимо, у нас есть кислород, мы не даем подышать, если он хуже. Кому-то можно инфузию сразу поставить, чтобы отпустить домой, например, кому не надо. Так вы сегодня поступили, да? Только что? У барочной у нас состояние. Голова болит? Голова сейчас не болит. Кашель? Просто кашель. А, дышать? Дышать у меня не тяжело. Ну, я по вас вижу, что вас дам. Не волнуйте. Но только вы не желаете. Вы взяли все. Нет, да вы не волнуйтесь, господи. Мы больше всего болеем от того, что начинаем переживать и волноваться. А у вас как дела? Да у меня здесь плохо. А дышать тяжело, да? Угу. Вы хотите попить? Давайте мы вам поможем. Пейте, пейте. Бейте воды. Ну, все. Спасибо. Ножи, спасибо. 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 Ну, все. Жму вашу руку. Выздорвивайте. Вот посмотрите. Потом мне позвоните. Спасибо. А когда вы звоните? Найдете. Если захотите, найдете. Я обязательно отвечу. Только не переживайте. Она разваривала. Она разваривала со мной, не поняла с кем. Все, выздоравливайте. Вот выздоровите? Выздоровляю. Вот, видите? Я буду тогда в больницу приходить чаще, чтобы вы здоровыми были. Ой, спасибо. Успехов вам. Спасибо. Держитесь. Ой, спасибо. Как вас зовут? Раиса. А по батюшке? Михаиловна. Раиса Михаиловна. Ну, все. Жду вашего звонка. Ой, спасибо. Это реанимация. Реанимация, да. Ну, как самочувствие? Лучше. А сколько? А, нет, нет. Где, 10? Да, нет. Но лучше. Это не заодно. Но не заодно. Да, это не заодно. Ну, у меня 97, 98. О, ты скоро довольешь меня. Ну, хорошо. Спасибо. А вы для меня? Я вижу, что у меня уже не было. Можутка была на 50 лет. Добрый день, девчата. Здравствуйте. Сколько вы уже находитесь здесь? С вторника. У меня сахарный диабет. Очень тяжелая форма. Вот это беда с сахарным диабетом. Ну, слава богу, уже легче. Легче? Уже легче. А вы говорите, медики плохие. Они у нас вылечат, кого хотите. Я не говорю, что они плохие. Обслуживающий персонал какой. Молодцы. Приходят. Ну, вообще, я не ожидала, что такое. Медсёстры хорошо работают? Очень. Очень. Просто вот не успеешь что-то попросить, бегом бежит. Настолько хорошие отношения. Спасибо вам огромное, врачи. Спасибо. Ну, всё, ложись отдыхать. Спасибо большое, Александр Игоревич. Не болей больше. И вам здоровья, и вашим детками.